Ограничение скорости на улице Новороссийской в Краснодаре 40 километров в час. Но разгоняться здесь водители не рискуют. Опасно для автомобиля. Дорога ужасная. Ужасные ямы. Пробиваем колеса и диски. Вы знаете, дорога безобразная. Едешь и плачешь. Часто приходится ездить? Часто приходится ездить. Работаю в такси, постоянно езжу. Ужасно просто. На эту улицу в краевую администрацию ежедневно приходят десятки жалоб. Прочувствовать все прелести езды по разбитой дороге мэру сегодня предложил губернатор края. Чтобы оценить ее состояние, экспертам быть не обязательно. Все, как говорится, на поверхности. Что тут? Не рассмотреть из окна автомобиля. Тут все ясно. Эти ямы, колдобины, грязь. Мы и так не едем. Мы стоим еще. Обратите все внимание. Одна и та же улица. Только половина ее в нормальном исполнении, а вторая половина в ямах. Вот как это объяснить сегодня обычным краснодарцам? И жизнь здесь становится. Вы поймите, жизнь здесь останавливается, потому что и настроение у человека падает до уровня глубины ямы, которая на этой дороге. Не лучшее настроение у водителей и на улице Тургенева. Центр города. А вместо дороги, как говорят автомобилисты, направление. На кочках даже в пробках стоять неудобно, подмечает Вениамин Кондратьев. Это просто неуважение и к себе, и к жителям Краснодара. Это в корыте. В корыте-то не дорога. А если дождь? А если какая-то, допустим, ненастья? Здесь, чтобы еще и плавать приходится. Губернатор и мэр проехали по самым загруженным и одновременно самым разбитым улицам Краснодара. В ближайшие два года на городские дороги выделят больше трех с половиной миллиардов рублей. За это время ремонт сделают на 86 участках улиц. Это примерно 150 километров. Таких масштабов в истории краевой столицы еще не было. За эти два года, я думаю, что город поменяет свой облик кардинально. Кардинально, потому что это в первую очередь включены те улицы и те дороги, по которым движется общественный транспорт. Коллеги, надо понимать, что для горожан это будет определенный транспортный коллапс. Потому что если мы начнем в одном моменте этот ремонт производить, тогда надо понимать, как людям объезжать, в каком направлении двигаться. Должны быть транспортные схемы разработаны. Схемы движения на время ремонта планируют разработать уже к маю. За пару лет в порядок приведут дороги, на которых ничего не делалось минимум 10 лет. Естественно, масштабная реконструкция принесет временные неудобства. Но ездить дальше по таким улицам, как Новороссийская или Тургенева, невозможно, замечает губернатор. Эти транспортные артерии ждет капитальный ремонт. На Тургенева работы проведут на участке от Кубанской набережной до Монтажников. Улица Новороссийская преобразится на отрезки от Шевченко до Северной. Сделают и Восточно-Кругляковскую. От улицы 40 лет Победы до Домбайской. Отдельно займутся подъездной дорогой к поселку Индустриальному. Однако в этих направлениях едет и транзитный грузовой транспорт. На время ремонта придется ограничить его движение в городе. А в перспективе, чтобы не развивать дороги, пустить в объезд Краснодара. Сколько бы мы денег не ложили, сколько бы мы не помогали, сколько бы мы их не тратили на дороге, если мы не реализуем объезд именно транзитного транспорта в обход города Краснодара, мы опять через какое-то время вернемся к той ситуации, в которой находится. Транзитный транспорт мы должны ограничить в дневное время и уже большегрузный транспорт пропускать в ночное время. Конечно же будем делать расстановку сил, продукты, питание, скоропортивающиеся товары, они, конечно же, будут заезжать у нас в город. Мы с вами ехали, у вас полное понимание, что нужно делать в городе с точки зрения закрыть транзит. Давайте закроем транзит для больших грузов, которые идут через Краснодар. Но я еще раз подчеркиваю, меры должны быть действенными и меры должны быть результативными. Все время работать на дороге и выделять по 3,5 миллиарда ежегодно, конечно, это невозможно. За огромным финансированием должен стоять и тотальный контроль, подчеркивает глава региона. На всех ремонтных участках, к примеру, установят круглосуточное видеонаблюдение. Сегодняшнее состояние дорог, оно неудовлетворительное, оно кричащее. И горожан понять можно, когда они по этим дорогам разбивают свои автомобили. Жители Краснодара должны знать, какие конкретно дороги будут ремонтированы. Конкретно, вот дайте здесь прозрачность, чтобы они контролировали. И в какой срок? Ну, сейчас жители услышат сумму 3,6 миллиарда рублей. И, учитывая традиции и ментальность нашего чиновничества, они будут думать, а сколько же они распилят. Вот, очень важно, чтобы все было прозрачно, в том числе и конкурсные процедуры тех компаний, которые будут делать ремонт. Приступить к самому масштабному в истории Краснодара дорожному ремонту планируют летом. Горожан к этому времени просят подготовиться морально, чтобы решить хотя бы одну из двух извечных российских проблем. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.